Все вещи дома должны быть как произведения искусства, но недорогие. То есть они должны быть похожими на произведения искусства, но недорогие. Вот это такое искусство покупок. То есть можно покупать действительно хорошие вещи, но не будут очень дорогие. Мы недавно покупали ковер. И первый ковер, который мне показали, чтобы я его одобрил, стоил... Сколько это будет на доллары? Где-то 10 тысяч долларов стоил. Хороший ковер действительно. Настоящий, хороший. На века. Но я не согласился сразу. Мы пошли смотреть другие варианты. Мы нашли точно такой же. Точно такой же, просто может быть из какой-то другой категории качества. Но по ощущению абсолютно такой же, еще красивее. По ощущениям еще лучше. Качество нас вполне устроило. Ровно в 10 раз дешевле. За тысячу долларов мы купили. Тоже на века ковер вполне приличный, настоящий. Очень качественный. То есть в этом искусство. То есть не нужно покупать дорогие вещи. Можно купать такие, как говорится, похожие на произведения искусства, но не очень дорогие. И тогда все будут спокойны, радостны. Потому что, во-первых, это не жалко. То есть если ты опролил клюквенный сок на ковер за 10 тысяч долларов, то могут и прибить, прямо на этом же ковре придушить. А по ковру, о недорогом уже как-то можно и походить, и пролить, и постирать. Ничего страшного. Бывает. То есть уже нет такого напряжения в этом доме. Потому что бывает, что люди бросаются в эту крайность, начинают очень дорогие вещи покупать. Но потом все просто боятся. Сюда не садитесь. К этому не прислоняйтесь. Это руками не трогайте. Такое, знаете, у нас часто в России происходит. А к кому-то домой приходишь, и потом... А когда уходишь, нужно ботинки одевать. И когда наклоняешься одевать, рукой, знаете, надо держаться. И говорят, не прикасайтесь к стене к новой обои. Не прикасайтесь. Ой. Зачем вы наклеили такие обои в коридоре, где надо все время прикасаться? Это же место, где все прикасаются. Такой нонсенс возникает. Поэтому, то есть, это должно быть практично, не очень дорого. Но в то же время должно быть произведением искусства. И третий принцип первоклассной семьи. Это все должны приходить на помощь каждому члену семьи, если что-то происходит. Все безоговорочно должны приходить на помощь. Безоговорочно помогать. А не так, что это твоя проблема. Сам в ней разбирайся. Вот если мы эти три пункта соблюдаем, то есть, первоклассная пища, недорогая, простая, не очень жареная, не очень перченая. Скажем так, вкусная, но постненькая. То есть, она считается здоровой, свежей. Первоклассная обстановка. То есть, она не очень дорогая, но реально красивая, уютная. Комфортная. И первоклассные отношения. То есть, мы сразу же приходим на помощь друг другу. Это считается семья первого класса. То есть, это считается, что мы достигли максимума в семейной жизни. Мы можем быть абсолютно счастливыми. Абсолютно довольными. Мы не должны жаловаться в этом случае. Как у вас получается такие семьи создать? Это несложно. Но в действительности, это небольшие усилия. Потому что, видите, не требуется много вложений. То есть, постная пища не очень дорогая. Про мебель я тоже рассказал. Она тоже не очень дорогая. И отношения, это в принципе тоже недорого. Это вообще бесплатно. Но если мы вот так вот правильно настроены, мы начинаем жить как в раю. Это реальная такая, скажем так, райская жизнь. Которая максимально возможна. Потому что большую часть времени мы в семье проводим. Мы должны в семье 50 лет провести. Даже много. 50 лет в семье. Люди сейчас только не живут. Сейчас средний срок жизни 54 года по земле. Уже скоро помирать кому-то. Время такое. Поэтому, а если мы 50 лет в семье находимся, видите, это почти целую жизнь. Ну, современная 50 лет, это много. Поэтому нужно сразу ее строить по этим верным принципам. Этому обучать. Потому что опять-таки крайности начинаются. Не нужны крайности. Не нужна вести себя настолько разумно, чтобы все наши вложения, они реально в качество жизни переходили. То есть, как мы говорили, правильно деньги потратить. То есть, Бог с ним с этой частью пожертвований, которые мы на какие-то духовные цели потратили. Потому что опять-таки их можно не просто куда-то из семьи отдать, а в семье потратить на духовные ценности. Знаете, то есть, да, для семьи что-то духовное купить, или всей семьей куда-то сходить, или еще что-то. То есть, много всех духовных действий есть. Очень интересные. Но когда мы тратим реально на семью, мы должны правильно тратить на семью, чтобы это не было какой-то там третьесортной пищей, какими-то чипсами страшными, которые явно не еда. То есть, это жареный яд. Понятно, что это есть нельзя. Как бы нас не убеждали, что это можно есть, но нельзя это есть. Потому что никто не ест эти чипсы. Если перед животным положить, он не ест. Я проверял. То есть, перед кроликом ложишь, он не понимает, что-то такое. Дайте мне мою морковку. Нормально. Что это? Фу, какая гадость. То есть, должна быть реально настоящая, но вкусная пища, чтобы это было не синтетический вкус, а натуральный вкус. Это кроли с враги. Кролик, да. Кролики мы знаем. Кроликов, они все, что хочешь, съедят. Поэтому, вот этот некоторый принцип, качество, это то, что, то, о чем мы должны думать, потому что трата, за которую приходит карма, это когда мы на что-то некачественное тратим. Это уже растрата. Растрата покупать что-то некачественное. Ну, так, знаете, грубо говоря, ну, по-мужски, если вы накупили молоток, и с этого молотка после первого удара оно сразу же слетело на болдажник, то это растрата. Это вы плохой молоток купили. Поэтому, это хороший молоток покупать. Пусть он будет немножко подороже, но он будет действительно хороший. И вот это умение покупать качественные вещи, это некоторое... Есть целая технология, как покупать качественные вещи. Хотите, я расскажу. Не знаю, я вам облегчу жизнь, или усложнюю. Это очень простая технология. Есть разные группы товаров. Есть группа дешевых товаров, есть группа дорогих товаров. Ну, примерно, представляете, да? В разных странах это свои. И чтобы купить хорошую вещь, нужно очень грамотно поступить. Нужно обратиться к группе дорогих товаров и купить из них самое дешевое. То есть, нельзя покупать самое дорогое из плохого. Это неправильный подход. Нужно купить самое дешевое из дорогого. Я так покупаю. Мне приходится быть практичным, потому что я все время путешествую. Если у меня что-то в дороге ломается, это все. Что-то рвется или ломается. Это большая проблема для меня. Потому что где это все искать, непонятно что. Поэтому мне приходится так действовать. Это очень практично. Ты действительно попадаешь в эту какую-то зону не ломающихся вещей, которые не дороги. То есть, они на пике вот этого, скажем так, на пике разумности находятся. Но не переходят эту границу разумности. И в то же время они уже становятся более-менее надежными. Они уже не ломаются. Потому что, как мы знаем, скупой платят дважды. Это 100% проверено. Нам на телевидении приходится покупать много техники. И мы уже столько раз обжигались, хотя уже вроде и знаем все эти принципы. И все равно приходишь куда-то в какую-то контору, тебе предлагают вот эту там фонарь купить и вот этот фонарь. Разница на ноль. И все равно попадаешься и думаешь, ну в этот раз мне повезет. Все будет работать. Я все равно, все ломается. И выкидываешь, и идешь, покупаешь тот, который сразу хотел. В общем, это классика жанра. Поэтому мы уже, так сказать, силой, законодательно, мы запретили покупать себе вот эти дешевые вещи на уровне организации. А именно покупаем дешевые из дорогого. Например, мы так покупаем на видеокамеры. А профессиональные камеры это дорогая штука. Профессиональные видеокамеры. И мы покупаем из них реально самую дешевую. Но она абсолютно такая же, то есть по качеству, она выдает ту же самую картинку, что и самая дорогая, на которой космические деньги стоят. То есть они вот одного, они выдают один и тот же результат, ну, может, по сравнению, там меньше кнопок, там не супер название какое-то. Но она выдает абсолютно тот же нужный результат, и ту же степень надежности, что и самая дорогая из этого ряда. То есть мы вот так живем. Мы реально пользуемся этой технологией. Она реально рабочая, она очень практичная. Это дает большую экономию денег, потому что не покупаешь два раза одно и то же. И дает удовлетворение, в общем-то, в плане практичности. Оно редко ломается, действительно. То, что радует, потому что вот на некоторой, знаете, на некоторой планке дешевизны вещь перестает радовать. То есть чувствуешь, что явно вот какая-то вот такая вот фу. Вещь фу. То есть она вещь, конечно. То есть она выполняет свою функцию, но она фу. То есть от нее не чувствуешь радости некоторые. То есть атомы неправильно скомбинированы. Поэтому жить бедным не надо. И не надо много тратить. Нужно очень четко почувствовать эту планку, на которой вещь становится похожим на произведение искусства. То есть удовлетворяет. Но в то же время оно не переходит эту границу разумности, не становится слишком дорогой. и с этим можно реально жить. Это хороший семьянин, это хороший муж, его все любят. Нужно уметь, нужно, чтобы на жена это чувствовала. Потому что, ну, туфли тоже бывают золотые. Поэтому жена тоже должна четко чувствовать планку, после которой не надо эти туфли покупать. Что они, конечно, здорово. дьявол носит Праду, да, или там понятно, что супермарки. То есть моя жена, вот я ее четко настроил, она четко понимает, больше какой суммы нельзя тратить. Мы следуем этому принципу. Из банка ко мне поступают смски по поводу трат. Даже, даже когда я здесь, все мне на телефон приходит. Карточка под контролем кредитная, поэтому она очень точно знает, то есть сколько можно тратить, сколько нельзя. Поэтому, если она чувствует, что она планку перегибает какую-то, то она не покупает, она уже со мной связывается, начинаются переговоры. Что это действительно никак нельзя, что дешевле не может быть, вариантов нет. Обычно меня тогда уже с собой берут, когда я приезжаю. Меня хитростью завозят в магазин, когда мы проезжаем мимо. А, кстати, тут видели вещи, ну, пойдем зайдем, посмотрим. Ну, иногда приходится идти на уступки женщины. Как мы говорили, для женщин вещи, как игрушки. Иногда игрушка настолько вожделенная, что без нее никак уже этим хочется. Ну, ладно. Игрушки надо покупать. То есть, конечно, что каждый день нужно покупать там хорошие резиновые мячики, которые не ломаются, не бьются, только прыгают. Но раз в год надо покупать хорошую пожарную машину. Это мальчикам. Девочкам я сейчас не знаю, что покупают. Барби там или что ли, там покупают. Я не в курсе, что сейчас детям покупают. Ну, что-то вот такое, что вот делала бы ее счастливая девочка. Потому что дети не должны завидовать другим детям. Это опять-таки про аскетизм. Потому что, если ребенок завидует другим детям, если у ребенка не хватает игрушек, как у всех, или эти игрушки какие-то некачественные, то ребенок потом начинает мстить своим родителям. Он мстительный вырастает, начинает их потихоньку. Подспудно как-то, подсознательно он начинает им мстить за то, что они ему детство такое аскетичное настроили. Потому что дети не рождены для аскетизма. Хотя сейчас такое, а домашние все дети, поэтому какой-то аскетизм домашний. Дома же скучно, стены же везде. Поэтому эти стен надо чем-то набить. Раньше не было стен. Раньше Пинкадалий пошел на улицу и убежал за гаражи. А за гаражами там ох, все виды игрушек. И яблоня, и собака, и сторож, и заборы, и чего только нет. Мама не дозовется, помните раньше все время? Давай, давай. Зачем столько игрушек? Рогатку можно сделать. Столько всего интересно. То есть не было в принципе проблем с игрушками. У меня вообще не было игрушек, я помню. У меня была улица, единственная игрушка, она мне вполне удовлетворяла улица. Дети счастливы, когда у них есть вот эта придомовая территория, на которой они могут играть. Сейчас нет этой придомовой территории, ее просто нет. Поэтому этот ребенок несчастный, он в этих стенах зажат. Ему нужно хоть как-то ее расширить, эту придомовую территорию, хоть игрушек этих, чтобы одну помочь, другую помочь. Потому что у него есть это некоторое неудовлетворенность. Видно, что дети так себя ведут, нужно за этим следить. Некоторая такая категория. То есть опять-таки хорошие должны быть игрушки, но не очень дорогие. Не очень дорогие. И, кстати, некоторая хрупкость игрушек важна. Потому что ребенок должен учиться ценить вещи. Он должен понимать, что вещи ломаются. А когда ребенку дарят не ломающиеся вещи, то он привыкает к тому, что вещи не ломаются и страдает от этого. А на самом деле вещи должны ломаться. То есть у них должна быть вот эта вот некоторая заложена проблематичность. и ребенку нужно это объяснять. Видишь, сломал. То есть он должен понимать, ему должно быть жалко, что он сломал. Потому что иногда мы такие неубиваемые вещи прямо покупаем, и ребенок не понимает, что они ломаются. Как это проблема современных, но компьютерных игр. Когда героя можно перезагрузить, и он опять живой. Поэтому появляются проблемы, что дети не ценят жизнь. А вот я помню, мы играли, то есть у нас были настоящие игры, то есть дети против детей с мячами. И не было такого, чтобы мы друг друга ударили. То есть мы четко понимали мячи, но бить нельзя. То есть понимали, он живой, убит, знаете, ты убит. Нет, я не убит. Мимо. Нет, ты убит. Нужно учить жизни, это целая концепция. А для этого дети должны быть вместе. А чтобы дети были вместе, должны быть группы родителей, которые сходятся по менталитету, которые сходятся по настроению, которые сходятся по философии, у которых есть одна социальная прослойка. То есть они одинаково тратят деньги примерно. Это очень важно, кстати. Это вообще раньше была концепция совместимости. То есть раньше на совместимости это считалось, что у мужа и жены одинаковое отношение то есть они удовлетворены одним количеством денег. Поэтому им вместе было легко. То есть для них много и мало, это была одинаковая величина для мужа и жены. И это называлось совместимость. Поэтому совместимость она не по звездам, не по рукам, не по ногам, даже не по возрасту. Совместимость в действительности по деньгам измерялась, поэтому межкастовые браки не разрешались. Почему потому что касты это уровень заработка. И эти муж и жена спокойно жили и одинаково относились к деньгам. Сейчас происходит непонимание друг друга на уровне денег. Муж или жена страдают от этого. Жена тратит, как ей кажется, мало, а мужу кажется, что это очень много. А жена привыкла так тратить. Она жила в семье, где столько тратили на женщин. Ей кажется, что это мало, что она наполовину себе урезала все свои желания. А муж жил в другой социальной прослойке. Ему кажется, что это просто жуткие какие-то растраты. Они все время спорят, ругаются, дерутся, волнуются, переживают что-то, нервничают, болеют, потом, в конце концов, разводятся. Мы не поняли друг друга. Поэтому, кстати, если уж и говорить о совместимости, как астролог могу вам сказать, то самая главная совместимость это финансовая совместимость. Потому что в реальности что мы делаем в семье? Это мы деньги тратим. Нужно все время делить деньги и тратить деньги. Больше в семье мы так особенно ничего не делаем. Даже редко встречаемся иногда в семье. Современная семья это семья привидений. Моя семья это семья привидений. Я дома появляюсь иногда исчезаю сразу же. У жены своя жизнь, у меня моя жизнь. Мы счастливо живем, веселая семья, довольная. И также люди даже когда в одном городе живут все время, то у них какой-то разный график жизни. На кухне даже не встречаются иногда. Муж пришел поел с уснул, потом жена пришла поела и уснула. Дети прибежали поели и уснули. То есть кухня там жизнь какая-то идет на кухне, но там никто не встречается. Сейчас и кухонь нет. Чем меня все больше и больше пугает запад это тем, что кухни пропадают и даже нет места где дома встретиться. То есть даже кухни нет. Но как таковое кухня исчезает. Потому что в общем-то единственная встреча всех родственников это встреча на кухне. Когда мы должны собраться, кто-то должен с любовью для всех приготовить эту здоровую пищу, с любовью разложить, с любовью угостить, с любовью потом поговорить, пообщаться. Это некоторая высокая концепция. это редко встретишь. Меня здесь встречают в этом городе я все время удивляюсь, так что-то приносят, уносят. Кушайте пожалуйста. Тарелочку в сторону поставил, ее уже унесли. Только думаешь, что же следующие уже принесли. Так это здорово, потому что сейчас такой мир, там холодильник найдите что-нибудь разогрейте. уже к этому я даже привык. Поэтому редко когда что-то все за одним столом кушают. Но это сладость жизни. То на что мы должны тратить деньги фактически я извиняюсь, что я долго отвечаю на этот вопрос, уже вся лекция прошла. Мы должны тратить деньги на наши встречи. Мы должны тратить деньги, чтобы быть вместе. Мы должны тратить деньги, чтобы вместе встречаться раз в день. Хотя бы часик вместе сидеть, что-то там кушать полезное. Что полезное можно и много съесть. Если оно полезное, если это ягодка, ее можно и много съесть. Знаете, мама перемешает сахаром ягодку и кушаешь ее. Она полезная в принципе. Максимум диатез. Или что там потому что ягодки могут себе позволить. А если она пища тяжелая, как ее много съешь? Тех же чипсов много не съешь. Помрешь, язык отварится. Сгорит язык, растворится. Там уже все через язык идет. Если мы так едим, что это вкусно. Раньше так не собирались. Я не знаю, насколько блины здоровая пища. Судя по всему, а для нас это считается здоровой. И все всегда собирались на вокруг плиты. И бабушка пекла блины сразу же. И ставили масло топленое, сметану, что-то еще, мед. Разные лоханочки, куда можно это макать. И вся семья сидела и блины выхватывала. Ты уже брал? Нет, я не брал. Только блины успевали. Даже до тарелки не долетали эти блины. Эти вечера, я до сих пор помню, это реальная семья. Это реальная семья. То, что сейчас мы заказали пиццу, разрезали и разошлись по своим углам, это жизнь хомяков. Жизнь хомяков. Это каждый свою норку и сидит там хомячит за щеки. Щеки растут. Так и называется. Че хомячишь? У нас так и называется. Это еда отлез. Необходимо вернуться к этой здоровой жизни, к этому приготовлению на кухне, к этому семейному доброму настроению, потому что а иначе все эти деньги просто вот они в большую нору тратятся и получается, что мы создали большую нору, но как-то мы в норных жителей превратились. И счастья никакого. Знаете, есть такое животное работа и до сон. Не слышали? И этот работа и до сон, бегает и всех жрюет. опасное новое животное, но живет в больших городах работа и до сона. И он догоняет и неожиданно сжирает. И вдруг оказывается, что меня съели. Что вроде бы я живу, но я уже в животе у этого работы и до сона. И он меня просто сожрал. Что надо делать? Надо его разрубить на куски работы и до сна. Его надо разрубить на куски между работой, едой и сном нужно промежутки поставить. Разрубить. В этих промежутках должно быть живое, настоящее, красивое общение. Культурное, вкусное, интересное, доброе, любовное, милосердное, дружелюбное. То есть между работой и едой, между работой и едой вот можно на лекцию сходить, пообщаться с кем-то, кому-то в гости сходить обязательно. То есть нельзя сразу идти домой и просто тупо есть. После работы нужно какую-то идти, поэтому всегда есть вечером какая-то культурная программа, я уверен. То есть даже если нет супердуховных программ, всегда есть культурная программа, всегда есть хороший концерт какой-то, хорошая опера, хороший театр, хорошее что-то. Всегда есть, я уверен, здесь есть. То есть это целый смысл жизни. Ну, понятно, что не каждый день, но работая до солнца все равно настигает и кушает время от времени. Вот это промежуточек должен быть. Потому что если я сразу же домой, все, то есть у меня нет этого промежутка общения с людьми. Я с людьми не общаюсь. А если я с людьми не общаюсь, я не расту, я забываю вообще, что я человек, я такой вот просто зарабатывающий на еду. То есть деньги прямо переходят в еду и все. Я в этой промежутке в принципе не нужный. Я себя чувствую каким-то ненужным. И между едой и сном тоже должен быть промежуток. Нельзя после еды сразу уснуть. Надо взять книжечку, настоящую бумажную книгу с закладкой. Знаете, что в книгах есть закладки. И закладки живые. Если закладку не перекладывать, она плачет по ночам. Иногда она умирает. Знаете, человек берет книгу, закладка вылетает, умерла. А человек не может сам найти это место, откуда вылетела закладка. Это значит, закладка умерла. У нас должны быть живые книги с живыми закладками, чтобы они не плакали по ночам. Мы должны перед сном посвящать себя этому мышлению, росту, самоосознанию. Мы должны быть читающими, не просто читающими, а пишущими. Читать и не писать это все, это самая грубая ошибка в самосовершенствии. Прочитал, запиши. Поэтому есть два способа, как включить мозги. Первый способ это конспектировать то, что пишешь. Интересно, у меня дедушка все книги законспектировал. Вот все, что он читал, он все конспектировал. Прямо своими словами все конспектировал. Дедушка, обыкновенный дедушка, в те времена был такой военный человек, в принципе, знаете, он такой не из мудрецов. Но вот его научили этой хорошей традиции и вот он про любую книгу мог часами рассказывать. Потому что он их конспектировал, он их реально переживал. И вот с этим дедушкой с моим можно было разговаривать бесконечно. Бесконечно. Он про все все знал. И причем именно вот про книги знал. То есть не какие-то новости современные жуткие страшилки, а именно про книги. То есть он мог про разных героев рассказывать. То есть он реально все прочитывал, конспектировал. Это первый способ. Это реально думающие люди становятся. А второй способ это писать изложения. Помните изложения? У нас какое-то время в России перестали сочинения требовать на экзаменах от детей. И дети стали деградировать. вся страна реально почувствовала, что дети отупели и срочно вернули сочинение. То есть ребенок, который не может выражать свои мысли на бумаге и все уже а приставка к компьютеру. То есть он может только на компьютере прятать свои папки секретные. Это вот два способа нужно обязательно это делать. То есть если читаете книгу, то конспектируете важные мысли, но выписываете все это. И потом после прочтения книги пишите изложение. Это очень важная вещь. Это настолько включает мозги. Это настолько делает мозг живым, что жизнь интересна становится. Мы начинаем видеть вторую сторону жизни. Мы начинаем видеть все эти тонкие связи. Мы начинаем видеть свою связь с Богом. Мы начинаем видеть хорошее, плохое. Мы начинаем видеть глупость. Начинаем видеть мудрость, начинаем все это понимать, это все настолько жизнь интересна становится, понимаете? У нас есть такая поговорка, жить может быть либо страшно, либо страшно интересно. И выбор за нами, поэтому если мы правильно растем, если мы вот эти включаем, а разрезаем этого жуткого животного, ну работая из-за сна, на эти куски, и вставляем общение с людьми, общение с книгами, потому что с людьми и с книгами общаться, это немножко разные вещи. А теперь догадайтесь, на основе чего общаться с людьми? На основе книг. Мы с вами сегодня на какой основе общаемся? На основе книги. У нас книга на первом месте. Это она нам дает возможность так интересно общаться. Просто то, что я эту книгу каждый день перед сном читаю, дает возможность нам так интересно общаться. У нас только тем для разговора. Вы задали мне один вопрос, и все, я не могу остановиться. Потому что, ну интересный вопрос. Хороший. И мы говорим на эту тему, я вынужден остановиться, потому что я уже полтора часа говорю, а мне хочется еще столько же сказать. И все это из этой книги, то, что я вам рассказывал. Все это из одной книги. Это вот и должно быть наша исследовательская работа. Потому что бывают действительно пустые книги. Бывают книгу читаешь и думаешь, зачем ее вообще, столько бумаги испортили. Поэтому нужно так же быть избирателем. Нельзя все подряд читать. Можно и с ума сойти. Нужно читать то, что читают мудрецы. Нужно видеть мудрых людей. То есть мудрый человек, и он действительно интересно с ним, с мудрым человеком. И мы должны к нему подходить на ушко и спрашивать, что вы там такое читаете? Что же вы читаете-то такое-то? Что-то так интересно. И когда мы узнаем, что читают эти люди, мы сами должны это читать. Наша жизнь станет точно такой же. Она точно так же. Знаете, до настоящего чтения жизнь такая черно-белая немножко. А чтение жизнь раскрашивает в эти яркие тона, и начинаешь все это видеть. Начинаешь понимать людей, начинаешь вот эти вот все эмоции. Все, все, все. Становишься специалистом в жизни. И это, в конце концов, как мы говорили вчера-позавчера, это путь к мудрости. Мы должны стать и мудрецами, чтобы распространять эту мудрость вокруг себя. Потому что что мы распространяем вокруг себя, глупости или мудрости, это большой вопрос. Мы не должны стесняться того, что немножко мудрости не хватает. Нужно просто взять и ставить. Должна быть красивая. Красивое должно быть программное обеспечение. То есть мы как компьютеры без программного обеспечения. И у нас нужно взять хорошую, мудрую программу, ставить ее, чтобы все заработало, чтобы было интересно. То есть мы должны анализировать этот мир. Если у нас нет системы анализирования этого мира, то мы просто страдаем. Потому что нам скучно. А мы должны мир анализировать. Посмотрите, как людям нравится, какие ему детективы, Широк Холмс, еще кто-то. Почему им это нравится? Потому что это книги и фильмы про то, как можно увидеть то, что скрыто. То есть это такие видения другого слоя. Приходит какой-то Широк Холмс, начинает вот этот какой-то второй уровень рассказывать жизни. И всех это здорово, так ничего себе. На самом деле это детский уровень. Все вот эти Широких Холмсы, детективы. А настоящий уровень этого Бхагавадгита и Шамадбхагавата. Вот это настоящее. Когда ты видишь все хитросплетения этого мира. Почему, как, что происходит. Где, как действует карма, где, как действует судьба. Где Бог в свою руку прикладывает. То есть это некоторая возможность реально увидеть Бога. Увидеть Бога это некоторая наша задача. Потому что это же мир Бога. И за этим Богом стоит автор произведения. И мы так иногда, знаете, приходим в музей. И нам картина интересна, а автор нет. Нам должен быть автор интересен этой картины. Я бы хотел на Айвазовского посмотреть. Потому что реально, когда я вижу картины Айвазовского, у меня челюсть отваливается. У вас отваливается челюсть? У меня реально отваливается. Я не мог оторваться до закрытия музея. Да, то есть невозможно. Реально видишь воду. Да, а ты приходишь ближе к тучечке. Да, реальная вода. Ты ничего сделать не можешь. Волшебник. Да, это проявление божественного. То есть Бог его погладил по головке или по руке. И теперь у него так получается. Это понятно. И я бы хотел на него посмотреть. То есть с ним поговорить, пообщаться. Мне было бы очень интересно. Потому что в конце концов это произведение этого человека. И с ним было бы очень важно пообщаться. Потому что... А так странно, знаете, если... А выходит потом автор, говорит, это мое произведение. Он говорит, отойдите, не мешайте смотреть. Вот то же самое. Это в принципе атеистическое жизнь. То есть есть реальная красотища. Восходы, закаты, цветы, птички, любовь, дружба. Есть реальная красивая жизнь. Но мы говорим, это все здорово. Я люблю жизнь, но без Бога. Вот Бога не надо. Про Бога не надо. Так часто лекции читаю. Как только речь о Боге заходит, сразу начинаются такие волнения. Ну вы о здоровье рассказываете, о деньгах. Так хорошо, про семью. А Боге-то зачем? Ну это все Бог создал. И семью Бог создал. Потому что есть божественная чета. Потому что есть божественная семья. А все это имеет некоторый источник. Без источника мы это никогда не поймем. Без Бога нам никогда любовь не понять. Без Бога нам никогда дружбу не понять. Красоту нам никогда не понять. Потому что источник, источник всего этого есть. Мы не должны этого бояться или стесняться. Нет, это счастье. Счастье понимать автора работы. Счастье иметь, так сказать, возможность быть с ним знакомым, иметь с ним общаться. То есть, кто такой духовно развитый человек? Это человек, знакомый с Богом. Понимаете? Даже представить себе страшновато. Поэтому, если мы говорим о трате денег, тратьте их на возможность встретиться с Богом, быть ближе к Богу. Это сторится и окупится. Потому что мы получим другой уровень счастья от жизни. Мы же хотим, чтобы деньги давали нам возможность наслаждаться жизнью. Но наслаждаться жизнью по-настоящему можно только понимая жизнь. А значит быть ближе к Богу. Потому что Он автор этого произведения. И есть к Нему много вопросов. У вас есть вопросы к Богу? У вас должен быть список вопросов к Богу. Потому что Он может прийти, почему нет? Бог живой. И Он может прийти к нам и задать нам вопрос. Ну что хотел? Чего хотел-то? Если нам нечего сказать, то мы не готовы даже к встрече. То есть, мы не гостеприимны. Поэтому у нас должны быть эти вопросы. И потом, когда у нас эти вопросы появляются, мы должны сами находить на них ответ. Потому что это очень нравится Богу, когда мы сами находим ответ. А родителям очень нравится, когда дети взрослеют. И Богу очень нравится, когда его дети становятся разумными и сами находят ответ. Поэтому изучайте те произведения, тратьте на них деньги, в которых есть ответ. Таких произведений много. В них больше ответов, чем у нас вопросов. Такие произведения читаешь и понимаешь, что в сознании возникают вопросы, которые никогда бы в нем не возникли. Ни при каких условиях. И это действительно интересно. Причем мозг к этому никакого отношения не имеет. Это мышление на уровне сердца. Мозг это такая электрическая машинка. Это компьютер. А мышление на уровне сердца происходит. Кстати, сейчас даже современные исследования, они очень серьезно подошли к этому вопросу. Очень близко подошли к этому вопросу. И поднимаются на уровне уже мировой науки. А поднимаются эти вопросы, что не мозг является точкой мышления. Это точка обработки мышления. Но не источник самого мышления. И этот вопрос очень серьезно поднимается ведущими учеными. Очень серьезно поднимается. А понятно, что есть противостояние жесткое. Но вопрос реально поставлен. Вопрос реально поднят. И целые институты, целые поколения ученых, они уже доказывают этот момент, что мозг это все-таки инструмент мышления, но не само мышление. Это инструмент, но не само мышление. Как отвертка в руках слесаря. То есть кто работает, слесарь или отвертка? Слесарь отверткой. Понимаете, если мы думаем, что отвертка работает, это неправильно. Слесарь работает отверткой. И также мозг это инструмент у души. Поэтому душа мыслит. А мозг помогает этому мышлению перейти на более физический уровень. Воплотиться уже в физическую реальность. Это прорыв. Может мы доживем. Наше время такое интересное. Чего только не увидишь. То есть вы помните 20 лет назад подумать о том, как сейчас будут люди извращаться. Это просто невозможно было себе представить. Что это будет возможно. Поэтому есть вот это раздвоение. Но с одной стороны очень сильная деградация, когда вообще ужас какой-то происходит. А с другой стороны реально какие-то вот очень такие прорывы философские, прорывы в науке происходят. Когда, посмотрите, духовность становится общедоступной. Когда такое было, чтобы духовность была общедоступной. Чтобы не сжигали на костре. То есть вот то, чем мы сейчас занимаемся, это путь на костер. Нас должны были сжечь раньше. Еще совсем недавно. На костре. Но мы сидим и занимаемся тем, за что раньше сажали в тюрьму. Или сжигали на костре. Это так интересное было время. То, что, например, на вегетарианство раньше называлось члены вредительства. Из-за этого давали реальный срок. Тюремный. Можно было попасть в тюрьму. Сейчас это здоровый образ жизни. Сейчас президенты, премьер-министры ведут вегетарианский образ жизни. И никто им не говорит, что они сумасшедшие. Занимаются йогой. Чего только не происходит. Это удивительно. Мы специально снимаем таких людей. Приглашаем они, правда. Так боятся приходить. Но мы их знаем всех по именам. Они удивительные у нас. А в нашем доме, где у нас студия телевизионная, там живет Нургалиев. Помните Нургалиева? Министр внутренних дел. Так он законодательно вел им занятия йогой для милиционеров. И йоги какое-то время... Все эти милиционеры какое-то время официально занимались йогой под его руководством. И он сам приезжал, показывал асаны на участке полицейские. Сам это продвигал. Мы все не можем его вытащить. Он сейчас немножечко вопалит. Как-то волнуется, не хочет выступать на людях. Но мы живем прямо с ним в одном доме. Очень интересный человек. Ну, когда это было возможно? Такое удивительное чудеса. А целый сдвиг произошел в сознании. Что люди стали лояльно относиться к развитию. И за это уже не судят. Так и возмущаются иногда. Хотя бы это стало общедоступно. Действительно, красота какая-то появилась. Потому что жить без развития очень грустно. Что может быть грустнее, чем жить и не развиваться? Это все равно, что не расти. Как родители волнуются, если ребенок перестал расти. Это же его все время черточку рисуют где-нибудь. Тут рисуют, нет? Рисуют? Рисуют, да? Черточки. Какой год, где растет, не растет. Так же, мы в какой-то момент успокаиваемся и думаем, что все, мы же выросли. Но нет, мы не должны останавливаться. Мы должны себе где-то вот черточку рисовать. Где я был вчера, где я сегодня, где я должен быть завтра. Чтобы этот рост продолжался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»